А вот он, это Александр Базинский. Знаете, для меня этот человек, я сам придумал афоризм. Афоризм. У каждого Моцарта должен быть свой Сальери. То есть человек, который не верит ничему, польза от него есть, он мне дает раскрывать тему. Но при этом, немножечко, как сказать, ведет себя как более грамотный, с таким легким презрением. Смотрите, одаренный, наверное, это я. Объясняю, а это реакция на мальчик. Хе-хе-хе-хе. Ну, спасибо. Хе-хе-хе. Объясняю особо одаренным. Корни обрезаны, потому что это клоновый подвой. И здесь и клоновый подвой, корни обрезаны. Нахрена еще дальше это резать, а, Александр? Они уже обрезаны, уже как мог оброс. Так? Есть такое слово в науке с 19 века. А мы и финны учились... Опять забыл. Это надо искать. Вот эта вот книга Солыпинская. Вот. Я когда посмотрел, да вот же с чего началось, окончилось до 21 века. А они выкопали, отрезают корни. Мало того, что они жиденькие какие. Их считается, что после того, как отрежут, они еще больше нарастут. Но ни хрена не получится толком. Обрезали уже то, что зажило. И рана на торце. Где это, по-моему? Это палка, палка, понимаете? Центрального корня нет. Она обросла корешками. Обрезали еще, еще гуще обрастет. Но оставшуюся жизнь что? Поить водой. Центрального корня нет. Центрального... Сырево-минерального раствора нет. Значит, моростойкость еще ниже. Корень искалеченный, торец. А он же на вот такой глубине. Мороз достанет еще моростойкость ниже. А вот просто гнить будет еще. Так нет. Значит, в засуху все это место высыхает. Потому что питаться он должен все-таки не от полива. Мои деревья питаются оттуда, от почвы. И еще много ям... Это надо вот такой список составить минусом. Короткий век получается на этих подвоях. Какой короткий век? Вы представляете? Если в сухом климате 15 лет продержится. Из них 10-12 даст немного яблок. Дальше или умирает, или замирает. Потому что все, корни сработали. Больше не дают ни лишнего грамма. Ой, да это все... Ну, тебе нахрен, Валдзинский. Вот. Я столько раз это говорил. Ну, хорошо, ты не знаешь. Вот. Но сейчас-то мне уже повторять все это. Про все остальное. Но... И уже когда я так думал, я больше ничего не скажу. А он взял еще письмо. И опять это как бы реакция... Это комментарий к моему фильму. Маточный сад и полносящий сад. Разные вещи. Вот это величайшее, Александр. Ну, понимаешь, как тебе сказать. Неудобно тебя обижать, оскорблять. К сожалению, да, к огромному, страшному, к сожалению, у нас в России маточный и полносящий сад – это разные вещи. Не поняли? Хе-хе-хе. Первый дает материал для прививки, так? Второй дает плоды. Хе-хе-хе. Вы знаете, мне комментировать не хочется. Хе-хе-хе. Я вас водил по саду. Ломится от фруктов. И именно с них мы берем ветки. А с каких других-то брать-то, если... Вот здесь вещи... Ой, сколько у меня этих фотографий роскошных. Плоды до 500 грамм яблоки, до 500 грамм груши. Вот. 100 граммов обрекушек. Александр. С каких других брать-то? Разные вещи. Ну, я вот этого поверить не могу. Почему разные-то? Я же беру... Вот получил урожай. А потом... Еще раз, почему? Вы можете позвонить или там написать Темиряевская академия на сайт, где написано сайт Темиряевской академии. Вот. Задавайте вопросы. Агронов там забыл. Ну, допустим, Миманов, Петров или Сидоров. Задавайте. Вот я задал. Он на мой вопрос не ответил. А Павел, он начал по-хитрому так... И человек попался. А вы знаете, не плодоносят наши абрикосы. То есть, продают саженцы. Саженцы привитые. Одна из фотографий. Моя. Вот видели там Западная Сибирь. Но опозорился питомник. А вы-то... Вы же это знаете, слышали? Вы чего ко мне-то лезете-то? Почему вот эту дурь-то написали? Вот там, где... А это, получается, они, да? Они пишут... То есть, отвечают. Пишут... Это все задокументировано. Этот агронов написал Павел Троцентко, один из моих главных помощников, да? Автор моих книг. Грамотнейший мужик. Да, не плодоносят. А вы тогда... Саженцы откуда берутся? Сливовы? Нет. Абрикос? А косточек? Нет. А с чего выросли? Александр Лозинский. Ну, зачем вот эти вот... Ну, я понимаю. Благодаря вам лишний раз, по-новому я был вынужден плыть тебя. Ярче пример бывает. Фотографии все дайгены с интернета. Одна из них моя самая раскрученная. Так? С этой... Не плодоносят. А зачем людям... Вот еще раз. Маточный сад. Разные вещи. А зачем людям саженцы? Если маточный сад отдельно, это значит ветки. С маточного сада, если... Все, не могу я уже. Но иногда кажется, что это... Мы с вами сидим в дурдоме на пару. Только раз за степенью сумасшедствия. Сегодня ко мне приехал товарищ совсем другого типа. Я сказал слово сумасшедший. Он такой сумасшедший, как я. Вот. Сели на кухню. Он только рот открыл. Фаина... Я только один пример. Ну, фильм сделал тут же. Включил камеру. Говори. Вот. Моя Фаина плодоносец. Минус 46. Минус 46. Возинский. Помогайте. Не гадьте. Вот. Вот про это. Про особо... Про особо ударенных. Ведь это же оскорбление. Понимаете? Вот это вот. Это вы там где-то... А! Знаете, я с вами... Может быть, чтобы вы исчезли? Нет. Чуть-чуть поаккуратнее. Чуть-чуть, как сказать, повежливее. Вы же что написали-то? Когда я вас спросил, где ваш матовский сад, и выразил сомнение из этих вот... Ну, мягко говоря, неграмотных вот этих вот... Это глупость, да? Вот это. Это глупость. Вот. Я выразил сомнение, что у вас есть сад. Что вы написали? Ну, поймите, здесь же не сумасшедший дом. Мы написали. Шесть лет назад. Саду шесть лет. И вы распространили по России тысячи саженцев. Отвечаю. За шесть лет я... Ну, я себя, извините, случайно приравнял. Мичурин, Бербанк, Шередер. Ну, еще десяток. Ни один из нас, не все вместе взятые, если нас взят в одну компанию. Каждый своим опытом. Никогда за шесть лет не вырастет сад. И одновременно по ходу роста за эти шесть лет распространит тысячи по стране. Вот. Понимаете? А люди же как? Вот там комментарии. Раз, вот это вот. И вроде железов дурак. Понимаете, почему я с вами сейчас беседую? И вроде бы железов дурак. Это вы сказали, что развивается вегетативно. А я этого не знал, представляете? Вот. Вот. И вот этого... Глупость невероятная. Это... Вот это и есть наша беда. Понимаете? Вот это и есть наше проклятие. Вот что беда-то. Постарайтесь. Вы переходите на... Я вас не оскорблял. Это вы про особо дарёк. Я же вас так не называл. То, что я сказал, что это сумасшедший дом. Но я сказал, мы оба там. Приехал человек, который такой же фанатик. Фильм прекрасный. 30 минут. Вот. Два раза во время полчасового разговора прометнуло минус 46. Фаину при... И вот этот момент, ребята, это имеет прямое отношение к нашему разговору. Вообще всему. Вы знаете, ваши... А он же у меня ещё членников нахапал, нахапал. Вот. Он же не первый раз приезжал. А привал по двое. Мои. Так. И выросли. И... Но это потом в фильме выйдете. И какие-то местные. И какие-то местные. А местные чуть-чуть слаще и даже чуть-чуть крупнее манджурцев. И лучше пошли те. Ну, я говорю, ну, наверное. Это я говорю. Я говорю. Вы не знаете, чьи они? Кто их? Ну, кто автор, кто отец их? Нет. Я говорю, ну, наверное, Байкалу. Больше некому. Вы понимаете? И получилось как? Это мои привои. Его по двое дали усилию вот так. Не мои по двое. Ну, и такое может быть. И не скрывая. Вот. Вот об этом мы говорили. Об этом рассказывали. И человек впервые Фаину попробовал. И у него получились результаты чуть-чуть другие. Где-то у меня, вместо того, чтобы еще крупнее, стали мельче. И как он у меня еще накупил? Если меня кто-то раз слушает, привет. Все, все, ваша коллекция. 20 этих, 20 сортов слип. Все выкупил у меня. Скоро с вами рассчитаем за это. За эти же сиренки. Надеюсь, так дальше пойдет. Вот, пожалуйста, фильм выйдет завтра-последавтра. Как принято, говорит, подписывайтесь на мой канал. Но те, кто слушает, уже давно подписались. Вот. А наших, так, 9 тысяч, наверное, никогда и не вылезут с этой цифры. Но те, кто учат убивать. Ух. Конечно, людям нравится слышать, что им надо все зимой, летом, осенью, весной и режеть каждый месяц. И вот это вот я никогда понять не могу. Понимаю тех, кому нужны лайки, заработок. Но не пойму тех, кто это принимает за чистую монету. Вот. Вот.